В том числе на этой метеостанции синоптики ведут свои круглосуточные наблюдения за погодой на курорте. Здесь установлено порядка 20 современных приборов, которые собирают всю важную для метеорологов информацию. В 2009 году был установлен автоматический метеорологический комплекс. Сейчас все это уже автоматически измеряется и передается, формируются телеграммы, которые отправляются по всей территории России. Они необходимы для того, чтобы синоптики могли составлять карты, могли составлять в дальнейшем уже и прогнозы. Наряду с современным автоматическим комплексом используют и табельные средства измерений – обычные термометры. Метеорологи собирают информацию о температуре воздуха, о влажности, ветре и осадках. Например, этот прибор измеряют температуру почвы. Конкретно этот термометр у нас располагается на глубине 3 метра 20 сантиметров. Сейчас в реальном времени мы с вами измерим, какая у нас температура. 18,5 градусов. Прогноз – на ближайшие дни в Сочи придут долгожданные дожди, но особой прохлады они с собой не принесут. Синоптики не исключают формирование смерчей над морем и довольно интенсивных ливней, которые, кстати, весьма характерны для курорта с климатом влажных субтропиков. Такие погодные условия являются нормальными для нашего города. Эти условия повторяются у нас каждый год. Есть у нас такие показатели, как сильные ливни, когда у нас за час выпадает более 50 миллиметров осадков. Вот, скажем, для других регионов, даже близлежащих, это такие аномальные условия погодные. А для Сочи повторяемость вот таких сильных ливней от одного до трех раз в год происходят у нас вот такие вот ливни. Такую погоду с тропическими ливнями в Сочи формируют высокие Кавказские горы, теплое море и непростой рельеф. Именно из-за наличия гор во время ливней и топят низменные территории. А порой в Сочи выпадает за раз несколько месячных норм осадков. И это тоже норма для нашего города. Такое количество воды не способна принять даже самая современная инфраструктура курорта. И то, что во время сильных дождей и ливней некоторые районы подтапливают, это следствие характерных для Сочи природных явлений. Как подчеркивают специалисты, ни один проект ливневой системы, существующий не только в России, но и в мире, не предусматривает единовременного приема такого количества осадков. Поэтому жителям и гостям курорта стоит прислушиваться к прогнозам синоптиков о сильных ливнях и рекомендациям оставлять свои автомобили дома. Впрочем, для Сочи характерны не только сильная жара и тропические ливни, но и снег. За его налипанием наблюдают с помощью специального гололедно-изморозьевого станка. Метеорологи измеряют толщину и высоту налипания снега вот на этих проводах. Эта информация может быть крайне полезна местным энергетикам. Но несмотря на наличие самых современных приборов, точно спрогнозировать погоду на курорте, говорят синоптики, очень непросто. Метеорологи утверждают, что Сочи – один из самых сложных для прогнозирования погоды городов нашей страны.